Телеканал ГТРК, салон «Мехарио» и официальный дилер торговой марки «Ла Марти» в Архангельской области компания «Формат Север» представляют Телевизионный проект «Камильфо» Николай Волков, 34 года, директор концертного агентства «Орландина» и билетного портала «Билет-29» не женат Концертное агентство «Орландина», билетный портал «Билет-29», рок-остров-фестиваль И все это Николай Волков, организатор и идейный лидер Создадим предновогоднее настроение вместе Итак, будем смотреть Добрый вечер, Николай Добрый вечер Ёлка, чай налит с чабрецом, предновогоднее, чаепитие, ёлка и разговор Поговорим? Поговорим Отлично Не могу не спросить и не задать такой вопрос Новогодняя экзальтация плюс окей рубль равно новогоднее сумасшествие Все это выросло в такое, что все побежали скупать холодильники, телевизоры, все продукты в магазине, еще что-то Что скупили вы перед Новым годом? Да, вот даже ни один мускул не дрогнул, ни разу не подумал, что тут нужно покупать Не купился я вот Сколько у вас телевизоров дома? Один мне хватает Четырехэтажный телевизор не надо? Я знаю, что люди покупали аж по два, по три телевизора Вот, что об этом думаете? Вот и хочу спросить Потому что, мне кажется, всех волнует вопрос Ну ладно, вернемся к главному Концертное агентство Орландина Билетный портал Билет 29 Рок-фестиваль Остров Прямо золотая рука Пять лет концертному агентству Четвертый, по-моему, фестиваль будет, да, если я не ошибаюсь? Четвертый? Вот, с чего все начиналось? Как пришла идея в голову? И как пришли вообще к концертной деятельности? Получилось, наверное, случайно Мы вот с кем партнер нынешний Мы в Петербурге сидели в клубе Одноименном Орландина Вот, и как-то за столом Мы решили не сделать ли нам концерт Дельфина Сколько с нами там был промоутер Дельфина Вот, я занимался на то время рекламой Коллега Да И думаю, ну, ладно, не концерты рекламировать, рекламировать что-то другое Тут недолго перестроиться, да, попробуем Вот, сделали Дельфина, потом сделали Гуфа Король и Шут И как-то пошло, и решили создать агентство Вот, уже по-серьезному заняться, чтобы это превратить не в какое-то, ну, баловство такое Вот, а превратить это в бизнес Долго думали насчет названия агентства Поскольку даже я вот как рекламщик, вот, ну, вот Всем придумываешь название там, бренды Себе никак не придумывалось И потом вспомнили про клуб, в котором сидели Не вспомнили, давай временно возьмем Орландина А потом что-нибудь придумаем Ну, как обычно бывает Не все как Приклеилось Да, приклеилось, короче Так оставили С чем связана вообще деятельность? Раньше сами как-то занимались, увлекались рок-направлением, да? То есть ведь акцент больше на рок-направлении Сами увлекались музыкой, играли, может, на каком-то инструменте Я не знаю, слушали рок-музыку Почему именно вот рок-направление? Ну, играл на гитаре, но это не можно сказать, что там профессионально Просто как многие любители в подъезде, там, где-то в компании, во дворе Тут совпало, то есть Сами рок-концерты по себе уникальны В отличие от других направлений Вот, и мы с другом Но не все понимают это точно Сами больше приверженцы рок-музыке И поэтому больше рока Но это не значит, что у нас как бы У нас не только рок У нас подито того, что и футбольный матч мы проводили на стадионе Труд И какие-то и рэп-концерты И поп-музыку То есть бывали, но преимущественно рок Так получилось Ладно, хочу спросить про рок-фестиваль «Остров» Погуглила, заглянула, сама не была Но наслышанно знаю Что понравилось Существуют определенные правила, когда заходишь на сайт Есть правила Больше всего склонялась к здоровому образу жизни Никакого алкогуля на площадках И у выступающих То есть групп Такого нет Вы за здоровый образ жизни? Или это с чем-то связано? Ну потому что рок-направление Все-таки, наверное, музыка такая Ну как-то сильная Она, мне кажется, немножко агрессию Все равно в людях вызывает И, соответственно, это все потом вливается В желание принять дозу алкогольных напитков Ну, алкоголь был на острове, продавался Просто был выбор Либо кто здоровый образ жизни, кто не пьет Там были всякие тематические площадки В этом году А, то есть они разделялись? Да, сдавали нормы ГТО у нас в этом году То есть было при поддержке правительства области Пробную провели такую акцию И довольно-таки много людей участвовало И сдали, на самом деле Что касается в рок-музыке алкоголя Я считаю, что она не отличается от других направлений Алкоголь присутствует, ну, в любой Тот же шансон, так же в барах сидят Там, не знаю, крепкие спиртные напитки пьют Там, отдыхают Ну, в любой поп и в рок связывают То есть веселье и музыка порой под алкоголь То есть не стало бы так отграничивать Что рок это больше там алкоголя То, что у нас не было в райдерах алкоголя Это чистое совпадение Когда мы готовились к острову И у меня вот сотрудница Я готовил райдеры Группа читает Говорит, алкоголя нет Там, тут тоже Ну, у Нойзов стопудово Там пять бутылок виски, как обычно Там тоже нет И удивились, что на все команды Была одна бутылка вина У Кипелова У него был день рождения в тот день Вот, и у нас был действительно остров Там пропаганда здорового образа жизни И так получилось, что и в группе В общем, все вылилось Да В лучшие Понятно, с каждым фестивалем Если вот так вот прогрессию посмотреть Да, с каждым годом появляется что-нибудь новенькое В этом году фестиваль состоится Опять летом Чем удивить? Вот, на самом деле, пока не решили Или не хотите секретов выдавать? Давайте, наверное, да Не буду секретов выдавать Потому что Но будет интересно В плане подготовки сейчас, да Разрабатываются разные стратегии Что будет и как будет То есть не готовим Количество людей, которые посещают Вот этот рок-фестиваль Большое? Ну, если взять вот за три года Это от пяти до восьми тысяч От пяти до восьми тысяч человек на этой площадке Ладно Знаю, может быть, вопрос будет Не очень удобный Но не могу, опять же, не спросить Знаю, что есть еще один рок-фестиваль Мосты Да, есть такой У нас вообще шикарно в регионе На такое маленькое население В городах Два фестиваля такого масштаба Как так произошло, что одновременно практически проводятся И Вы союзничаете? Ну, это наши партнеры Господа байкеры Ну, как получилось сейчас бывшие То есть мы в свое время пришли к ним с идеей Провести фестиваль Нас познакомили там общие знакомые Что вот ребята делали «Железный конь» Вот И как бы, ну, в этой же теме Давайте там вместе Я только за всегда за партнерство У нас регион маленький Надо всем консолидироваться Чтобы провести такого масштаба фестиваль Мы долго не решались Пока не нашли там спонсора Каких-то поддержки Потому что очень затратное дело Оно тяжело окупается Даже за счет билетов Торговли Вот Первый фестиваль хорошо провели Второй И почему-то, не знаю Ребята решили потом замутить свой Научились Научились, да Очень приятно, что научились Ну, да Учителя должны быть и должны быть ученики Ну, ладно, пусть так Хорошо Сожалею, конечно, что «Железный конь» Похоронился с этим Вот То есть тут Я бы на самом деле Железный конь Ну, на месте ботинга Байкеров проводил бы «Железный конь» Уникальный фестиваль байкерский Неповторимый То есть своя тематика Все Вот Я бы Оставил бы и остров И «Железный конь» Сейчас получилось два фестиваля То есть Мост, копия острова Грубо говоря Ладно Хотела спросить еще вот что 21 июня У вас день рождения Знаю, что 21 июня День рождения у Виктора Цуэ У рок-певца и, в общем-то, легенды Да, собственно, рока Как-то Да, я специально подбирался День рождения Вот я тоже так подумала Ну, как же так может быть Любимый ваш музыкант? Группа, наверное Хорошо Если из российских, то «Король и шут» Король и шут Ладненько Не могу не спросить Прям любопытствующий такой вопрос Меня интересует Событие, которое будет у нас в Архангельске И в Северодвинске в марте Шоу под дождем Приедут Что-нибудь о них? Ну, это проводят не Орландина Это проводят наши партнеры Просто при сотрудничестве «Билет-29» Ну, при поддержке билетного портала Ну, понятно Я видела там Да, билетный портал И по рекламе помогаем То есть Такое вот Для самого пока загадка Ну, надеюсь, шоу будет очень хорошее Ребята показали уже Это было в том году Новогоднее представление «Снежная королева» Шоу на льду в Удваре спорта Вот И вот та же промоутерская группа делает Тоже в Удваре спорта Вот такое шоу Хорошо Хотела еще спросить Вот В связи с Со всеобщим каким-то ажиотажем На подорожание цен Билеты на рок-фестиваль Вообще на концерты Подорожают? Нет К сожалению, мы не можем себе это позволить Это даже Приятная новость Не сейчас А уже на протяжении Вот пять лет мы работаем Да Если все цены подорожали Там уже в два-три раза У нас билеты за пять лет Максимум на 20% Хорошо Билеты недорогие В общем-то в доступе есть много всего То есть можно выбрать по душе К своим вкусам Почему люди стали меньше ходить на концерты На живые С чем связано? Вот знать бы разгадку Много критериев может быть Где-то Это интернет? Закормили может быть С другой стороны делаем голод Где-то там Поменьше мероприятий Сейчас на самом деле У нас вот предыдущие два года Осенью были много насыщенные Вот сейчас поменьше Сейчас допустим Вот как сказали Что технику скупают Там телевизоры Вот на эти две недели У нас билеты встали совсем То есть люди отвлеклись Вот на это Надеюсь сейчас нормализуется Все свое русло Как бы Конечно Конечно Люди придут в себя И вспомнят Что есть такой билетный портал Билет 29 Отдыхать все равно надо Ладно Еще хотел спросить Вас поддерживает При Вообще чтобы организовать Такой рок-фестиваль Да Все равно нужна поддержка Знаю что вас Вас поддерживает Правительство Архангельской области Правильно Хочу спросить Обычно Кто заказывает музыку Тот танцует Диктует какие-то правила Нет абсолютно Абсолютно спокойно То есть вот Мы вам помогаем И вы ребят делаете Все что хотите Да Они поддерживали Именно рок-фестиваль Остров Именно в том формате Который он есть Я помню комментарии Когда Вконтакте У нас в группе Обозначили Что при поддержке Правительства В Архангельской области Ну ждите лепса А это возможно? Ну ведь вы представляете Вот со сколькими Разговариваю людьми Ведь очень многие бы пошли Даже как бы Цена билета Не особо не рисует Но пошли бы На фестивале Как концерт Да Как концерт Без сомнения Вот А как на фестивале Это не знаю Надо подумать Надо подумать Ну ладно То есть правительство Не диктует Оно поддерживает Именно тот проект Который вот шел Который у вас Первоначально был С какими-то там установками То есть иначе Это был бы уже не остров Ну это Это здорово Официальный партнер программы Салон Меха Рио Рио Город гламурных мехов Официальный партнер программы Компания Формат Север Официальный дилер Торговой марки Ла Марти В Архангельской области Экологически чистая мебель Из экологичной плиты Ла Марти Спрашивайте В мебельных салонах города Вы ведь Живете в Архангельске Но родились не в Архангельске В области Есть такой прекрасный поселок Савинске Это нас немножко объединяет Потому что по маминой линии У меня тоже там родственники Что заставило уехать Если бы не уехали Чем бы вы там занялись Или кем бы вы там себя видели Трудно ответить Но я как бы сразу после учебы уехал Поступил в ГТУ В Алтин Но вернулся И было что-то такой промежуток У меня поработал на заводе полтора года С лесарем Вот Чтобы Ну Дело там бы осталось Не знаю Вообще Не давно там были Давно там были Ну я же периодически Раз в три месяца Там ведь мама Папа Да Мама знаю Работает Старшей Медсестрой В родильном отделении Да Не ошибаюсь Да С мамой И с папой Отношения Хорошие? Как с родителями Не переживают Что сын живет не с ними Не продолжает Лесное дело Нет За это не переживают Переживают просто Что как тут Ну как за детей переживают Вот Тем более что Бизнес не маленький И В масштабах Савинска И Головей у родителей Как бы Не укладывается Такое Страх Боялся что-нибудь Организатор И руководитель Концертного агентства Орландина Пауков Пауков? А сейчас? Что-то мало встречаю Не знаю Надо проверить А если сейчас встретите Боролись как-то С этим страхом? Или прям вот Так и путь С воздухом Перелавливается Начинается Страх на что-нибудь Может другое Ладненько Школы любили? Да Учиться нет Но любил школу Что нравилось Если не любили учиться? Любимым предметом Был геометрия Да Геометрия Как-то геометрия В жизни потом помогла? Вообще школа Как-то в жизни помогла? Ну я думаю Что каждый период В жизни Помогает Опыт приобретать И школа И потом институт И работа Попробовал У многих себя Специальностях Во многих Поработал И где-то набираешься Где-то ищешь себя Также школа Даже Ну школа Это учеба Это первостепенная Считаю Что школа Это и жизнь И коллектив И общение И вот тот Естественно Смешной случай В школе Какой-нибудь Смешной Ну такой Не знаю Такого Что-то Такое Что-то Хорошо Подглядела цитатку У вас Вконтакте Обычно Ну как-то мы цитатки Все время себе Как-то Ну приклемим Которые Ну чем-то близки нам Заключался Она в следующем То есть там был Какой-то Небольшой диалог Такой Много слышал О вас хорошего Да не верьте Я сволочь Такая Каких мало Почему Понравилась фраза Родный стиль Вы к этой категории Себе относите Какие качества Вообще Для вас Главные Вот ну Каким качеством Все равно Человек Как бы В течение Ну своей жизни Да Он Либо набирает Себе каких-то качеств Либо избавляется От каких-то качеств Которые не очень Главные качества Для вас В людях Вообще Какие Да наверное Банальные То есть Преданность Доброта Честность Хорошо А благородство Что для вас значит Благородство Благородные поступки Совершать Какие Например Ну бескорыстность Как получается Не знаю Это много делают Наверное И мало считают Да Из-за этого Ничего не берут Наверное Так Много у нас таких людей Как думаете Достаточно Достаточно Да Просто они не кричат Об этом Они не кричат Да Как бы Ну вот Даже фраза Вот эта Вот Много слышала О вас хорошего И Не верьте Что сволочек Их мало Тут можно Кавычки поставить Переносно Смысли То же сволочь Там плохой То есть Да Говорят о тебе Одно Но Ты можешь Оказаться Совсем Другим Ну Сначала Пообщаться С этим человеком Кем он будет Для тебя Вот Так же Бывает И плохо Говорят о ком-то А он Нормальный человек В какой-то ситуации Может быть Там Где-то Кто-то Не так Понял Или еще Что-то Конечно Каждый Понимает То Что Что он Понимает То есть На себе Конечно Мне порой Даже говорят Что Почему ты Общаешься С этим человеком Ну вот Такой Вообще Как ты С ним Общаешься Никто С ним Не может Общаться У вас Есть Своя Точка Зрения Вообще Я Говорю А почему Вы Засыкливаетесь Вот На каком-то Вот Минус Поймали Вот Человек Очень много Хороших Качеств Очень Хороших Положительных И я Например Вот Не зацикливаюсь Я обращаю Внимание На этом И на этих Качествах Мы дружим Есть Минусы Я их не трогаю И как бы И хорошо Вот А если В человеке Искать Каждый раз Человека Идеального Нет У каждого Как вы Как выходите Из трудных Ситуаций Бывает же Такое Что Ну сегодня Не сложился Господи Одно Другое Третье Все навалилось Как-то Кажется Что все Уже Совсем Плохо Как Выходите Какие решения Юмор Помогает Музыка Помогает Общение Помогает Или наоборот Укрытие Уединения Дома По-разному Иногда Могу Просто зарыться Квартиру Закрыться Телефон Подальше Закинуть Сколько дней И как-то День Не больше День Не больше Иногда Помогают С кем-то Пообщаться Даже Полезно Порой То есть Вроде бы Ты сам 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 Но Бывает В общении Я даже Иногда Правда Кого-то Зову Пообщаться Не то Чтобы Совета Попросить Когда Ты начинаешь Что-то Рассказывать Ты сам Для себя Понимаешь Просто Для вас Совершенная Форма Разговора Это Какая Это Много Человек Или Диалог С Каким-то Одним Человеком Есть У вас Такой Человек С Которым Вам Плохо И Вы Всегда Можете С ним Поговорить И Поговорить На чистоту Ну То есть Грубо говоря Снять Какую-то Социальную Масочку Которую Мы Например Одеваем В течение Дня Нам Надо Все Держать Себя Совершать Какие-то Принимать Какие-то Решения Есть Такой Человек С которым Можно По душам Поговорить Да Слава Богу Есть Есть Много Друзей Друзей Нет Друзей Немного Есть Люди Знаю, что Семейное положение Холост Да Что Для вас В семейной жизни Главное Какие Ценности Должны быть Для вас По вашему мнению В семейной жизни Приоритетными Быть Трудно сказать Поскольку Ее еще Не было Семейной Жизни Но Все равно Рассматриваете Какой-то опыт Все равно Есть Опыт Хороший Хороший Пример Мои родители Вот Я бы Хотел Такую Семью Теплые Отношения Теплые Да Без Семь Не знаю Сейчас Реально Такие отношения Создать Да Конечно Почему Нет Все Зависит От Кого Будет Зависить От Двух Человек От Двух Человек Ладно Хорошо Идеальная Женщина На ваш взгляд Это кто? Трудно Даже Для себя Не давал Определения Это Как-то Просто Должно Просто Само Возникнуть Гармония Скоро Новый год Считанные Дни До Нового Года В Деда Мороза Верите? Хочется Когда Разъеялся Миф О Дедушке Морозе Что Это не он Приходит Это не он Приносит Подарки Мне кажется Я всегда Как бы Осознавалась Просто Для себя Да Это Дед Мороз Мама С папой Под елочку Что Клали В детстве Самый Запоминающийся Подарок Который Был Под елкой Постоянно Что-то Дарили Я уже Не могу Разделить Что было Под елкой Что так Подарено Честно Даже Не вспомнилось А куда Под подушечку Клали Наверное Да И под подушку И под елку Какой Был Самый Запоминающийся Подарок Самый Запоминающийся Это Ну конечно Он был Не на Новый год Это Железная дорога С поезда Хорошо В этом году 2014 подходит К концу 2015 на пороге Три минуты Вашего счастья В этом году Какие? Вот С самого Пикового счастья Когда вы Понимали Что вы Ну правда Вот Счастье не бывает Вечным Оно в том Имеет прелесть Что оно Как-то Какими-то Краткосрочными Три минутки Вашего счастья Ну поскольку У меня Последнее время Больше Происходит Ну связанное с работой То наверное Это фестиваль Остров То есть была Подготовка Очень такая Сложная Скомканная Быстрая В новом формате На новом месте И когда Вот уже Заканчивался Фестиваль Кипелов Пел Последнюю песню Какое-то Было Такое Ух Все Ладно На финале Задам Несколько Коротеньких Вопросиков Маленький Блиц Вопрос Ваш Любимый Фильм Не знаю Пусть это будет Приключение Шурика Хорошо Любимое слово Дотрудняюсь Нелюбимое Нет Главный Недостаток Который Вы в себе Не любите Лень Проступки Людей Которым Вы наиболее Снисходительны Которые Вы можете Простить Не обратить На них Внимание Ошибки Неумышленные Хорошо Последняя Книга Которую Вы прочитали Гений Фильм Такой С Абдуллов Это было Давно Хорошо Где и Когда Были Наиболее Счастливы Дома У себя На родине Прекрасно Я Николай Вас благодарю За то Что вы приехали За то Что вы поговорили Я хочу Вам В новом году Пожелать Всего самого лучшего Творческих успехов Чтобы фестиваль Остров Процветал Радовал Поклонников Этого жанра Музыки Чтобы все было успешно Чтобы вас поддерживали Чтобы вам помогали Были у вас Дружеские партнеры Которые не диктуют Никаких правил Личных успехов Вам Ну и всего самого доброго И хороших каникул В новом году Спасибо вам Того же всего Друзья Поздравляю всех С наступающим 2015 Пусть в 2014 Останутся Все проблемы Безгоды Как бы нас там Не пугали Сложностями Политической Жизни Вот Продолжаем Жить на позитиве Приходите к нам На концерты Новогодние Постараемся Поднять вам настроение Фестиваль Фрост Будет 5 января И мельница В Архангельске В Северодвинске Юбилейный концерт Совсем Совсем скоро 2015 2015 год Считанные дни До Нового года Хотелось пожелать В новом году Добра Любви Тепла Счастья Удачи И всего-всего Самого доброго С наступающим Счастья Удачи! 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 Сто Olympia Удачи! 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 Продолжение следует...